всем привет сегодня мы будем записывать наш первый гайд гайд на последнее обновление эпос героев артефакты что с ними делать и так далее ребят хочу сразу сказать то есть и это первый мой гайд первые пробы пера скажем так записи с голосом поэтому я буду очень сильно признателен если вы напишите отзывы комментариях понравилось не понравилось почему и дальнейшем я буду учитывать буду смотреть что вы пишете я надеюсь что будет больше обзорных гайдов больше будет просто обзоров на обновление на персонажей на выход новых там не будь артефактов испытаний и тому подобное скажу сразу информации очень много поэтому берите попкорн и устраивайтесь поудобнее совсем недавно с последним обновлением нам добавили новое испытание эпос героев находится она в геймплей и испытание далее в самый низ эпос героев состоит из четырех глав глава богини экзоглава эндоглава и глава души в день вам на выбор доступно лишь две главы из которых можно принять вызов лишь от одной да то есть каждая глава имеет свой уровень уровне называются частями изначально все главы первого уровня после прохождения первого уровня вам будет доступна первого и второго уровня после прохождения второго вам будет доступна второго третьего уровня и так далее день можно пройти лишь одну главу одну один уровень одной главы даже если вы там вип-вип-вип все равно нет больше попыток проходить можно лишь один раз призы соответственно с каждым уровнем увеличивается да то есть если вот например первый уровень это 15 пламенных камней вот таких вот камушков да для увеличения параметров артефакта и вот такой топорик перуна да то есть атака 10 20 маг защита физ защита плюс 10 и уровень жизни плюс 450 на втором уровне ко мне немножко больше 16 и тот же топорик уже с третьего уровня вам будет доступен набор реликвий на сундук набора реликвий и уже смотрите скачок да то есть 1 2 15 16 камней пламенных то уже на третьей части 27 скажу дальше четвертая часть вам будет доступна тот же сундук он в дальнейшем будет в каждом уровне и только будет улучшаться увеличиваться количество пламенных камушков вот этих вот да то есть если в третье уровень это 27 4 28 5 32 6 33 ну и пока весь дальше я не добрался это максимально скажу так сундук набора реликвий он падает не рандомно да то есть у каждой главе соответствует определенный сундук с набором да то есть если глава богини это сундук набора благословения одина экзохлава это сундук набора реликвий сарацинов и эндо глава и глава души имеют одинаковый сундук с сундук с выбором трех наборов то есть изначально вам открывая сундук дают на выбор три набора а далее уже в самом выбранном наборе вы выбираете фрагмент каждый набор создает состоит из четырех реликвий да в эндо главе и главе души это сундук набора реликвий вы выбираете воли фараона гнева авалона или горы олимпу да и еще то есть после прохождения каждого этапа да то есть в конце вам дается на выбор как в стадиях четыре карты вы переворачиваете получаете один фрагмент далее еще вы можете купить дополнительно еще четыре фрагмента в зависимости от випа да то есть от первого до последнего там чем выше вип тем больше карт можно докупить стоимость карт платных первая карта 50 магических камней вторая карта 250 магических камней 3 450 и 4 650 мое мнение то есть больше чем одну карту покупать не стоит да если вы конечно там знаю дочь дональда трампа и вам пофиг на бабки то можно покупать все но смысла я в них не вижу да тем более что дают рандомные части до рандомный фрагмент если бы это был фрагмент на выбор вы могли выбирать и в течение 20 дней сто процентов уверены были что вы соберете артефакт можно было бы покупать хотя бы за 50 и за 250 а так я не вижу смысла он максимум можно купить один за 50 магических камней не более больше нет смысла смотрим дальше да то есть понятно дальше артефакты чтобы вставить артефакты нужно в святынях сделать отверстие то есть купить одно отверстия стоит 100 магичез магических камней второе отверстие стоит 150 магических камней и третье стоит 200 магических камней количество ac какASE святыне зависит от цвет количество богинь цветы так что если это святыню на одну богиню значит отвест�и на если на 3 значит весьhi 3 соответственно первое отверстие в каждой святыне 100 магических камней, второе в каждой святыне 150 и третье уже 200, да. После того, как вы вставили артефакт, да, и вам доступна проточка этого артефакта. Вот, смотрите, да, артефакт усиления, грубо говоря. Усиляется пламенными камнями, при усилении расходуется кровь богини, да, но кровь богини не восстанавливается. Я подсчитал, если все правильно, то крови богини хватит ровно на половину максимальных параметров, да, то есть если максимум можно там 2000 атаки, 2000 прочности, 6000 урона, 2000 крита и 2000 смертоносности, то вам, если ровно-ровно-ровно выровнять, то хватит под половину для активации треслов. Да, кстати, при достижении определенной метки в параметре вам доступен скилл, вот, к примеру, да, то есть атака. При наборе атаки 200 вам доступен штурм 1, атака плюс 1%. При наборе атаки 500 вам доступен уже рассекание первого уровня, ПВП мощь плюс 10. Ну и так далее. С каждым, то есть вот они все, все доступные и все возможные скиллы. Суть в чем? При улучшении параметров, да, при помощи вот пламенных камней до первого скилла, то есть когда у вас еще нет ни одного скилла, допустим, вот такой вот, да, у вас все, все идут плюсовые, то есть каждая точка идет плюсовая, нет негативного эффекта, то есть все зеленые. Когда вы уже подняли первый скилл, да, вот как здесь, и идет отлив, у вас вот видите красный, да, есть минус. То есть до первого скилла вы поднимаете без проблем, а потом, потом у вас уже появляются вот такие вот негативные негативные показатели, да, и сложнее. Поднять следующий уровень скилла сложнее и сложнее. Это одно. Второе. Для каждого размещения есть свои параметры. То есть, да, если у нас герой, то здесь атака, крит, прочность, смертоносность, урон. Если это размещение, то здесь жизнь, атака, прочность, смертоносность, плюс урон, минус урон. Энда, атака, уклонение, парирование, крит, прочность, плюс урон. И также в последнем в экзо слоте у нас есть жизнь, физзащита, магзащита, прочность, смертоносность и минус урон. Да, то есть вот такие вот параметры. Хорошо. Давайте посмотрим теперь наборы, да, какие они есть. Первый набор, набор благословения Одина. Состоит он из Молот Тора, Гангнир, Андваранаут и Гялархорн. Вот такие вот русские названия, это мы увидим английские, а русские они вот так звучат. Значит, базовые параметры атака. Все базовые параметры внутри набора, да, то, что я забыл сказать. Все базовые параметры внутри набора одинаковые, да. Также скиллы и параметры. Смотрим, базовые параметры, атака плюс 200, 400. Уровень жизни плюс 9000, физическая магическая защита плюс 200. Священный скилл, увеличение пвп мощи на 20. По поводу священного скилла, да. То есть, есть один маленький нюанс. Для того, чтобы скилл стал активным, то есть, он заработал, он начал давать параметры, вам нужно в определенном слоте, где будет установлен этот артефакт, да, вам нужно поднять определенный параметр до определенного значения. У каждого набора он свой, скажем так. Для набора благословления Одина вам нужно поднять смертоносность до 2000, то есть, в определенном слоте. Поднимаете до 2000 и тогда активируется скилл, вот этот пвп, пауэр плюс 20. Также есть сетовый бонус, да. То есть, если вы одеваете 2 артефакта с набора, то вам дополнительно плюс 1% атаки. Если 3 артефакта с набора надето, то плюс 1,5% с атаки. Далее, самое интересное, это 4, то есть, когда одето 4 артефакта с набора, увеличивается эффект от священного скилла. Плюс 50% Значит, получается так, что если вы оденете все 4 артефакта, активируете и получите бонус, да, от 2, 3, 4, то вы получите не плюс 20 пвп пауэра, а плюс 30, то есть, на 50% больше от каждого. То есть, это суммарно с 4 по плюс 30, 120 пвп пауэра получите. Ну, этот набор, я не знаю, его практически можно одевать на любого, нет никаких ограничений, пвп пауэр, по сути, нужен всем, это защита атака, поэтому я считаю, что он нужен всем, да, то есть. Следующий набор у нас, это набор реликвий сарацинов. Состоит с лампы Аладдина, кинжал Али Бабы, эмблема ассасинов и латунная лампа. Базовые параметры атака плюс 300-600, уровень жизни плюс 4500, магическая защита 250, физическая 150. Священный скилл плюс 33% к уровню жизни, немало, правда? Но, для активации, опять же, нужно поднять 60 тысяч здоровья, нужно поднять 60 тысяч здоровья на самом артефакте, то есть, максимум, который доступен. Далее смотрим, бонусы набора, да, если 2, 2 артефакта надето из 3, то есть, это плюс 1,5% уровень жизни, если 3, это плюс 3% уровень жизни, ну и также, если 4, то это плюс 50% к священному скиллу, то есть, это будет не плюс 33, а практически плюс 50% уровня жизни за каждый артефакт. Это немало, я скажу, да, если взять какого-нибудь там бахамута и накинуть на него вот такое вот счастье, да, в древо 3 артефакта по плюс 50%, то я, ну, сами посмотрите, что с этого получится. Это будет какая-то бочка жизни, я не знаю, что с ней делать потом. Вот, далее смотрим набор воли фараона, да, он состоит из, да, вот интересное, да, название английской, A of Horns, а на русском звучит Wadget, да, то есть, интересный перевод, хороший такой. Значит, Wadget, Золотая маска, Анха и Герб Бога Солнца. Базовые параметры, атака плюс 200-400, уровень жизни плюс 9000, магическая физическая защита плюс 200. Священный скилл дает атака плюс 2% и комбо плюс дамаг увеличивается на 5%. Чем выше комбо, тем выше дамаг, да. Для активации нужно 2000 атаки, то есть, 2000 атаки нужно поднять на артефакте для того, чтобы активировался скилл. Сетовый бонус от 2, когда где-то 2 артефакта из набора смертоносность плюс 2,5%, 3 артефакта смертоносность еще плюс 5%, ну и естественно 4, это увеличивается эффективность самого священного скилла на 50%. То есть, это будет не 2% атаки, а 3 и комбо плюс урон уже будет 7,5%. То есть, да, если в древо закинуть 3 таких штуки, то мы получим плюс 9% атаки и плюс 22,5% плюс урона в комбо. То есть, да, это 100% набор для упырей. Вот. Смотрим дальше, что у нас есть. У нас набор гнева Авалона. Состоит из Грааля Короля Артура, Экскалибура, Короны Короля Артура и Меч Нуаду. Перевод, по-моему, русский интересный, да. Значит, базовые параметры. Атака плюс 300-600, уровень жизни плюс 4500, магическая физическая защита, магическая плюс 150, физическая плюс 250. Священный скилл, атака плюс 2%. А также, если на вас висит позитивный баф, да, то есть увеличивается урон, дополнительный урон на 3,5%. Это не плюс дома, это именно дополнительный урон в PvP, который поднимается при проточке камней, там, тому подобное. Даже вот в описании написано, что это набор для воинов. Почему? Потому что только у воинов есть позитивный баф, да. Позитивный баф у них есть, который увеличивает их плюс урон, да, то есть это... У них меняется четвертый скилл, увеличивается на баф на 7 секунд, там, плюс урон, не помню, на сколько процентов, там, на 40 или на 60, кто там помнит, поправьте меня. В общем, то есть, если вы активируете этот скилл, то вы дополнительно получаете еще плюс 3,5% дополнительного урона, да. Опять же, если оденете, там, к примеру, 3, да, или 4, активируете все 4, да, то это получается сколько там? 14% плюс урона. И еще 50% от набора, от бонуса набора, то есть вы получите не 14, а 20, плюс 21% урона. Ну, не маленькая цифра на самом-то деле. Бонусы набора, смертоносность плюс 2,5% при 2 артефактах, смертоносность плюс 5, при 3, и, естественно, при 4, увеличение эффективности священного скилла на 50%. Так, теперь последний набор горы Олимп состоит из щита Эгиды, трезубец Посейдона, ящик Пандоры и Кадуцея. Базовые параметры, атака 400-800, уровень жизни 3000, магическая физическая защита по плюс 150. Священный скилл, атака плюс 2% и бонус плюс 2%, плюс дем, плюс урон, да, плюс 2% за каждого призванного юнита. То есть, да, это, опять же, такие, да, если набор воли Фарона это для упырей, набор гнева Авалона это для воинов, то набор горы Олимпа, это вот сразу видно, да, что это для магов. То есть, за каждого вызванного юнита вы получаете плюс урон 2%. То есть, если вы поставили палку, это плюс 2%, у вас есть герой в размещении, это еще плюс 2%, и вы вызвали мышу, и еще плюс 2%. То есть, суммарно получается плюс 6% урона, да. Далее, активируется при наборе атаки до 2000 и бонусы набора. От двух артефактов смертоносность плюс 2,5%, трех артефактов смертоносность плюс 5%, и также при четырех увеличении эффективности священного скилла на 50%. То есть, вы будете получать от каждого артефакта атака плюс 3%, бонус дамаг плюс 3%, бонус дамаг плюс урон плюс 3%. Ну, то есть, если, например, на маге вызвана стоит палка, есть размещение и есть мыша, то есть, а также одета все 4 артефакта, каждый будет давать плюс 9% урона, то есть, плюс 36% плюс урона. Это сумасшедшая цифра, да, то есть, как... Вот. Это вот, что касается наборов, да. На этом пока все, ребят, то есть, основные нюансы я рассказал. Скиллы, активации, все остальное, то есть, вы понимаете. Всем спасибо, ребят, пишите комментарии, что не понравилось, что понравилось, о чем еще рассказать. Ну, всем спасибо, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь, вам не сложно, мне приятно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok